Ребят, привет! С вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я вам расскажу о консолях не Ростест. Дело в том, что совсем недавно у меня появилась возможность достать такие консоли по дешевке, но почему-то многие смотрят косо на такие вот консоли, привезенные за рубежа. В этом видео я вам расскажу про свой опыт использования, о гарантии и прочих вещах, связанные с этими вот консолями. Рекомендую ролик смотреть от начала до конца, чтобы не задавать вопросов, на которые ответы уже прозвучат в этом видосе. Начнем с того, что многие ребята почему-то боятся покупать консоли, привезенные за рубежа, так скажем, без пометки Ростест. Если что, консоли без пометки Ростест стоят намного дешевле. К примеру, в том же NVIDIA или Eldorado Xbox One X будет стоить 40 тысяч. Это стандартная сана без каких-либо скидок и бонусов. В это же время я могу вам достать Xbox One X в районе 28 тысяч. Та же самая S-версия стоит 23 тысячи, в то время, когда я вам могу достать за 17-18 тысяч. Но согласитесь, разница все-таки весомая. Многие спросят, а как же гарантия, в чем отличие, сейчас объясню. Если что, пометка Ростест это официальная пометка о том, что данный товар может продаваться в нашей стране. Ну и то, что этот товар соответствует всем необходимым требованиям. Многие не покупают такие консоли по причине того, что думают, что с ней будет что-то не то. Мало ли она не доедет, мало ли там с ней что-то случится и так далее. На самом деле, люди даже боятся покупать эти консоли, даже когда могут их проверить. И у многих сомнения возникают из-за того, что эта все-таки консоль привезена из другого региона. И многие почему-то думают, что она будет не на русском языке и она не будет читать диски, которые привезены в наш регион. Такие мысли возникают из-за телефонов и других устройств, которые когда-то там были привезены в нашу страну из-за бугра. И пользуясь этими устройствами на территории нашей страны, у кого-то там возникали проблемы со всякими прошивками и так далее. С Xbox 360 была та же самая ситуация. Насколько я помню, привод был предназначен для какого-то конкретного региона. И игры с другого региона он просто не считал. Я тоже встретился с такой проблемой и дико парился из-за этого. В случае с консолью Xbox One такой фигни нет. И нет вообще каких-либо проблем с консолью, привезенных из-за рубежа. Дело в том, что Xbox One не имеет региональных ограничений. То есть, купив консоль не Ростест, вы не заметите разницы между консолями, которые лежат в том же NVIDIA. Поскольку они, скорее всего, собирались даже на одном заводе. И при первом включении консолей из-за бугра, вы можете без проблем выбрать русский язык. И все это возможно из-за того, что консоль не имеет региональных ограничений и каких-либо привязок. Отличии консолей Ростест и не Ростест будут, пожалуй, только лишь в коробке. И вот в такой вот этикетке под приводом. И то ее, по-моему, не делают. Ну, согласитесь, незначительно. Такими консолями можно без проблем пользоваться в нашей стране и не париться. Лично я покупал эту S-ку не Ростест, поскольку она дешевле. И каких-либо отличий от Фатки, Ростест, я вообще не заметил. Это та же самая консоль, что и везде, только она официально не предназначена для продажи в нашем регионе. Единственное, при покупке с другого региона нужно обращать на сам регион. В той же Америке, насколько я знаю, там другие розетки и другое напряжение. И если вы хотите, чтобы у вас ничего не сгорело и все подошло, то это нужно будет покупать стабилизатор и переходник. Лично у меня S-ка, по-моему, привезена из Турции. И с ней вообще нет каких-либо проблем. А самый первый Xbox 360, который, кстати, Vigil подчинил, там был стабилизатор. Если хотите, гляньте этот видос. Плюс не покупайте консоль из Китая, поскольку был случай о том, что там была некая привязка к региону, и она очень хитрая. Если хотите, тоже гляньте видос. Опять же, существует просто куча регионов, в которых Xbox без проблем подходит к нашему региону. Насколько я знаю, это точно Турция и Германия. И в Россию, по-моему, возят именно с этих регионов. Что касаемо гарантии. Я тоже паниковал, когда брал не Ростест консоль, типа, блин, как же так, я возьму ее, и там не будет гарантии. Но дело в том, что гарантия как раз таки дается вам от компании, а не от конкретного магазина. Неважно, где вы ее приобрели, консоль все равно будет обслужена майками. Если вы вдруг не знали, то у каждой консоли есть свой серийный номер, по которому смотрится эта гарантия. И в случае, если вы купили консоль не Ростест или Ростест, вы все равно будете звонить майкам, поскольку магазины не отвечают за обслуживание этого товара. Помню, когда был старт Xbox One, многие офигели от того, что магазины не принимали бракованные консоли. То есть, они их никак не меняли, никак не чинили и так далее, а просто посылали майкам. Тогда народ дико офигел. Но потом всем спокойно объяснили, и майки без проблем всем починили и всем обменяли. И получая Xbox каким-то образом, даже без чек, у вас все равно будет официальная гарантия. Кстати, бывало такое, что люди покупали консоли Ростест, но у них была закончена каким-то образом гарантия. Эта проблема тоже решается, просто пишется в англоязычную поддержку, и они это все решают. Все же от брака вас никто не застраховывает, неважно Ростест или Ростест с консолью, брак бывает везде. И та самая гарантия, она дает лишь бесплатное обслуживание и бесплатный ремонт в случае чего. И в случае покупки консоли с другого региона, вы просто пишете в англоязычную поддержку, и они решают вашу проблему. Кстати, поддержка у Microsoft отличная, и они решат все ваши проблемы, поверьте. В общем, покупая консоль не Ростест, вы можете не париться вообще. И даже радоваться, потому что она вышла вам дешевле. Если что, у меня появился знакомый, который всем этим занимается, поэтому я могу достать консоль дешевле, чем в официальных магазинах. Если у вас еще нет консоли и вы хотели бы взять ее подешевле, то можете написать мне в личное сообщение, ссылка будет в описании. На этом все, если видео вам понравилось и оно было для вас полезным, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok